Рубин Динамо Махачкала Рубин Динамо Махачкала Досрочное первое место Можно было оформить уже в эти выходные В матче против Махачкалинского Динамо Который был, кстати, последним Для казанцев у себя Дома на Акбарсарене За данным матчем наблюдал Рустам Габасов И как там все вышло, с какого места Рубин у нас выйдет в Премьер Лигу Смотри прямо сейчас Всем привет, с вами Рустам Габасов А это наш обзор на матч Рубина Давайте начнем Сезон вышел на финишную прямую Казанцы уже гарантировали себе место в российской премьер-лиге. Однако Балтика проиграла Алани и в случае победы в 33-м туре первой лиги Рубин мог завоевать золото. 27 мая команда провела последний домашний матч в сезоне с махачкалинским «Динамо». В первом тайме казанцы выглядели увереннее своих соперников, но забить команде удалось лишь на 41-й минуте. Илья Самошников с левого фланга забросил мяч на Егора Тисленко, который головой сделал скидку на Джоэля Фомие, а нападающий головой вколотил мяч под самую перекладину. Команды ушли на перерыв с минимальной разницей в счете. Во втором тайме Рубин также смотрелся хорошо. На 52-й минуте Кабут выполнил отличную передачу на дальнюю штангу, которую замкнул Фомие. В концовке игры Рубин решил отдать инициативу сопернику и играть на контратаках, но времени уже почти не оставалось. 2-0 Рубин одерживает победу в матче. После провальной первой половины сезона, смены тренеров, команде удалось найти свою игру и не только вернуться в РПЛ, но и завоевать золотые медали первой лиги. А на этом все. Остался всего один матч в сезоне, на который казанцы выйдут в статусе чемпионов. Мы обязательно сделаем на него обзор и подведем итоги года. До встречи в следующем выпуске. Конец мая месяца в Казани уже по традиции ознаменовывается проведением казанского марафона. В этом году забег прошел 27 и 28 мая, а участие в нем приняли более 12 тысяч человек. За столь любимым мероприятием казанцев наблюдала Екатерина Торопова и она расскажет, кому покорилась в этом году дистанция в 42 километра и 200 метров. Смотрим. Три, два, один. Огромное количество спортсменов приняли участие в казанском марафоне 2023 года. С 27 по 28 мая в столице Татарстана состоялись традиционные забеги на 42 километра 200 метров, 21 километр 100 метров, 10 и 3 километра. Соревнования с каждым годом набирают популярность, а количество участников увеличивается. На старт марафонской и полумарафонской дистанции вышли около 8 тысяч человек. Маршрут забега был проложен вдоль главных достопримечательностей Казани. Приехали на 10 километров. Конечно, ожидалось полегче дистанция, но ветер очень сильно помешал и прям сразу же сбавил на второй половине очень сильно. Две минуты с рекордов своего получилось. Медленнее пробежать. Тяжело очень было. Победителем марафонской дистанции стал Данияр Армангали, участник, приехавший из Казахстана. Он пробежал дистанцию за 2 часа 25 минут. Среди женщин первое место одержала Вероника Важник. Представитель Республики Беларусь пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 47 минут. Всем финишорам выдали памятные медали, а многие спортсмены уже готовы принять участие в забегах в следующем году. Это мой первый был забег в принципе, поэтому мы гости из Нижнего Новгорода приехала. Классная атмосфера, очень здорово, все продумано, организовано, то есть вообще все здорово. Как отметили сами спортсмены, организация мероприятия на высшем уровне. Надеемся, что в следующие года Казанский марафон привлечет еще большее количество спортсменов, и каждый сможет попробовать пробежать марафон. Екатерина Торопова, Игорь Озеров. Неделя спорта. Студенческая футбольная лига завершилась. Сборная Казанского федерального университета по итогам регулярного чемпионата попала в топ-4 и благодаря этому оказалась в плей-офф. А вот как они уже выступили в борьбе за медали, расскажет в своем обзоре Игорь Озеров. Прошлый календарный год складывался для Юлбарсов катастрофически. Команда была в шаге от вылета и играла в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге. В этом сезоне в команде прошла перестройка, и вот уже обновленный состав Казанского федерального университета закончил регулярный чемпионат студенческой футбольной лиги Республики Татарстан на третьей строчке в турнирной таблице. И вышел в стадию плей-офф, а его первым соперником стал принципиальный оппонент в лице Казанского авиационного института. Юлбарсы начали полуфинальную встречу первым номером. Много опасных ударов было с их стороны, однако реализовать их не удавалось. А как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. На 10-й минуте матча Булат Бекеров со стандарта отправляет мяч в сетку ворот. КФУ обостряет игру своими позиционными атаками, в то время как КАИ играла в основном на контратаках и забросах. Во втором тайме ситуация поменялась, и уже лучше выглядели футболисты авиационного института. На 62-й минуте студья назначил 11-метровый удар в ворота федералов, который Максим Пасынков успешно реализовал. 2-0. Казанский авиационный институт побеждает Казанский федеральный университет и отправляется в финал. А Юлбарсам предстоит сыграть за третье место. В матче за бронзу Казанский федеральный университет играл против Казанского государственного энергетического университета. Как и в игре с КАИ, Юлбарсы начали встречу очень активно. Было создано много опасных моментов, и на 10-й минуте вратарь КГУ далеко вышел из ворот, чем воспользовался нападающий КФУ Садам Халбоев, отправив мяч точно в сетку. После пропущенного мяча футболисты энерго завелись и устремились вперед сравнивать счет. Это принесло результат, и на 33-й минуте матча Константин Вахтеров забивает гол для своей команды. Спустя всего 5 минут Вахтеров уже оформляет дубль. Первый тайм закончился со счетом 2-1 в пользу энергетического университета. Во втором тайме темп игры заметно снизился. Обе команды пытались обострять, однако забить никому не удавалось. Под конец игры инициатива была на стороне федералов. Одну атаку за другой проводили футболисты, но безуспешно. 2-1. Казанский государственный энергетический университет завоевывает бронзовую медаль студенческой футбольной лиги РТ. А Казанский федеральный университет расположился на четвертом месте. Игорь Озеров. Неделя спорта. Продолжаем говорить о студенческих темах. И у нас в гостях появляется Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, как всегда рады? Как дела? Как настроение перед летом-то? Чуть-чуть совсем осталось, и вот 1 июня. Да, все верно. Наконец-то у нас студенческий спортивный сезон подошел к завершению. Готовимся к новому сезону. Поговорим о футболе. Самое последнее, что у нас было. Четвертое место, к сожалению, по итогам плей-офф. Но в целом оценка выступления команды в этом сезоне? То, что касается футбола, наверное, не соглашусь. То, что это плохой результат, если сравнить с прошлогодним. В прошлом году мы, к сожалению, даже попали в стыки. В этом году команда вернулась в число лидеров. Да, есть объективные причины, по которым мы все-таки не смогли побороться за медали. К сожалению, это касается и нашей команды, и работы, все-таки, наверное, стоит от этого отметить, работы судейского корпуса, которые, к сожалению, не смогли достойных людей поставить на полуфинальные игры. Это мое субъективное мнение, но, наверное, это нужно отметить. К сожалению, мы не дотянули до последней игры и столкнулись с рядом причин. Есть ряд игроков, которые травмировались и не смогли принять в последних играх. Были моменты не совсем, наверное, нужные, когда у нас в полуфинальную игру удаляют ключевых игроков, и они, соответственно, не смогли помочь нам в борьбе за медали. Но, в любом случае, команда в этом году поднялась, показала неплохую игру. К сожалению, есть моменты, которые нужно исправлять, нужно работать у себя, внутри их коллектива. Наверное, я думаю, в следующем сезоне сделаем работу над ошибками, и нужно исправиться. Команда может бороться, команда может подниматься выше. Надеюсь, дальше будет лучше и результат будет выше. Что ж, желаем только успехов. В целом, по сезону хоккей тоже, к сожалению, для нас не получилась защита титула, только лишь бронза. То, что касается хоккея, да, наверное, в этом году у нас сложился, наверное, самый тяжелый сезон. К сожалению, ребята не нашли все-таки ту игру, которую должны показывать были. Были у нас взлеты небольшие по игре, но это больше касается периода времени до Нового года. Команда, затем непонятно почему, команда немного сбавила, чуть-чуть потеряла свою игру. К сожалению, не смогли на финишной прямой добрать. Возможно, было очень много игр, игроки уставали. Возможно, были другие причины. Ну, наверное, здесь будут корректировки в составе команды, и на следующий сезон придут новые игроки, добавятся, вольются, и команда вернется. Уже будет бороться с золотыми медалями. В каких видах спорта еще нам стоит подтянуть? Всегда, по-моему, это баскетбол тоже вот входит. Мы как бы вот возле топа, но как-то все-таки в последний момент начинает лихорадить сборная КФО. Ну, наверное, есть те виды, которые у нас сохранили свои позиции. Есть команды, которые немного сбавили. Ну, наверное, здесь есть объективные причины. Уходит ряд ведущих игроков. Не всегда поступают игроки высокого уровня, которые могли усилить команду. К сожалению, только зачастую это идет пополнение команды. Вот, хотелось бы, чтобы к нам в университет шли спортсмены именно квалифицированные, высокого уровня, чтобы двигаться с командой дальше и выступать на новых турнирах более высокого уровня. В целом, оценка на этом сезону? Ну, сезон сложился неплохой. Мы также остались в топе лидеров команд. Наверное, есть некоторые виды спорта, где должны были бы быть чуть повыше. Вот, ну, оценка за работу наших всех команд и руководителей команд, наверное, четыре. Потому что есть команды, которые немного потянули вниз. Вот. Ну, есть команды, которые такие, как фитнес-аробика, шахматы у нас традиционно, они остались на своей позиции. Они выиграли соревнования, за что ему очень благодарны. Они показали, что они являются на протяжении нескольких лет уже лидерами в республике. Вот. В этом году у нас спортсмены по виду спорта армрестлинг вернулись в свои позиции, завивали первое место. Вот. Наверное, этим командам стоит смело пять с плюсом поставить. Но есть команды, которые немного недобрали и чуть-чуть вниз нас потянули. Поэтому четыре-четыре с половиной. Вот. Относительно ССК. Вот эту тему мы не затронули. Ребята у нас ездили в Саранске. Довольно хороший результат показали. Настольный теннис в индивидуальном зачете золото. Футбол серебро. Волейбол тоже серебро. И четвертое место. Ну, достаточно много, где ребята у нас мелькали. Чемпионат ССК – это отдельная тематика, все-таки отдельный турнир. Здесь на протяжении нескольких лет последних наши представители студенческого спортивного клуба показывают хорошие результаты, добиваются. Очень отрадно, что в этом году мы смогли благодаря и администрации нашего университета собрать большую делегацию и отправить. Так как соревнование проходило в Саранске и не в Казани, довольно-таки было тяжело. Но у нас почти во всех видах спорта приняли участие наши представители, показали хороший результат. Надеюсь, ребятам понравилось. Ну, еще, наверное, повторюсь в разок, что отрадно за результат. И приятно было видеть, что у нас настольный теннис не первый год. Еще раз доказал, что наши теннисисты являются одним из лидеров по этому направлению. Да, в России, можно так сказать. В России, да, по именно чемпионату АССК. Шахматисты, возможно, немного не добрали. Да, там были корректировки в последний момент, так как, согласно регламенту, все-таки есть жесткие критерии, которые должны придерживаться. Ну, и в этом году очень положительный отклик от футболистов, которые смогли все-таки тяжело, без замен, отыграли и показали красивую игру. Немного не хватило, но в любом случае стоит их отметить, потому что ребята боролись, ребята старались и достойно показали себя. Межсезонье, как будем его проводить? Ну, в сезоне у нас у многих команд по-разному. Зимники у нас уже потихонечку начинают готовиться в рамках летних сборов. Летние виды спорта у нас почти в самом разгаре соревнований идут в летний сезон. То есть ориентировщики выступают сейчас на всероссийских соревнованиях. Самбисты у нас очень часто в последнее время радуют нас. Буквально вот вчера завершилось соревнование. У нас первый в истории Республики Татарстан представитель нашей сборной стал победителем в соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Мы очень рады за него, за эту сборную. Ну и другие команды. Аэробик у нас традиционно будет проводить сборы, готовится к сентябрьским соревнованиям. И то, что касается вида спорта легкая атлетика и других циклических видов спорта, соответственно, они работают по своему плану. Немного отдохнут, сессию сдадут и также готовятся к сезону. Что ж, хорошего межсезонья тогда и большое спасибо за сезон. Хорошие результаты, но ждем еще больших свершений от Казанского федерального. Спасибо огромное. Это был Алексей Николаевич Ливанов у нас в студии. Еще раз большое спасибо, что пришли. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу недели спорта. Еще увидимся. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова